Маленькая, но очень показательная история. К нам обратился Александр. Он житель деревни Игнатово Ивановского района, а по совместительству член общественного совета этого района. Кроме того, мужчина входит в совет по контролю за расходованием средств дорожного фонда при общественной палате Ивановской области. Собственно, с последним он к нам и обратился. Деньги неэффективно использовались прямо у него под носом. Сельское поселение заключило контракт с фирмой Дельта-Профи на ремонт участка улицы Соловьиной. Был заключен контракт на ремонт дороги Тупиковой, в которой происходит строительство двух частных домов. И на это по контракту было заложено 200 тысяч рублей. По сути дела, по 100 тысяч рублей для каждого дома. То есть каждый житель частного сектора, он примерно знает, сколько стоит машина гравия, сколько стоит работы по отсыпке дороги. И посмотрев, что было сделано, это явно не та сумма, которая была заложена в контракте. Наш герой встречался и с администрацией, и с приемщиком работы, и с подрядчиком. Недовольны все, кроме последнего. По грубым подсчетам, фирма сэкономила от 30 до 50 процентов суммы на материалах. И судя по толщине гравийной подушки, не все КАМАЗы со стройматериалами доехали до места назначения. Это не считая тех скрытых работ, которые заложены в смете, но которые, на мой взгляд, подрядчик не выполнял. И это работы, они существенные и объемные. Это подрядчик по смете должен был вывести порядка 300 тонн грунта и сделать планировку глубиной порядка 20 сантиметров. Вернее, даже не 20, а 35 сантиметров. Этого сделано не было. Тем не менее, работы выполнены и приняты. Эта администрация пообещала сердобольному жителю, что впредь будет внимательнее. Хотя спросить чиновников за деньги налогоплательщиков можно. И даже если в администрации не хватает квалифицированных дорожных кадров, это не должно становиться проблемой селян. Кадров, именно дорожных кадров, там нету. Кадров, которые специалисты по строительству, их тоже нет. И они поэтому привлекают и на составление смет, и на контроль и подрядчиков, и какие-то другие организации, опять, чтобы сэкономить денежные средства. И в результате получается очень часто то, что подрядчик их обманывает. Надувательство со стороны фирмы-подрядчика в этой истории налицо. Хотя именно с Дельтапрофи по наблюдениям жителей у администрации особенно теплые отношения. Александр уверяет, что сельское поселение нередко заключает контракты с этой фирмой на работы, качество которых по итогу сложно проконтролировать. Например, на очистку пожарных прудов и выборку грунта.